Расскажите о таких периодах в подростковом возрасте, когда вы говорили «Нет, мам, пап, это не просто фаза». А в итоге это происходило. У меня была очень странная, назовем это так, совковая фаза в 12-13 лет. Я, наслушавшись истории о дяде и насмотревшись ящика, стала очень углубленно изучать историю СССР, стараться следовать советской моде 70-х, 80-х годов и кричала на каждом шагу что-то вроде «Раньше было лучше, эх, вернуть бы те годы, а представьте, если бы союз не развалился». Вдобавок к этому я цепляла на одежду кучу советских значков, купила себе старомодную оправу очков, до сих пор с ней хожу. Одевала в школу исключительно коричневое платье с черным фартуком. Притом слушала только киш, цоя, гроб, отказываясь признавать другую музыку. Еще читала дофига литературы об аварии на ЧОЭС и потом доебывалась до каждого встречного с разговорами об этом и начинала перечислять структурные недостатки реакторов типа РБМК. Не забывая в конце глубокомысленно добавить, эта трагедия стала одной из причин распада Великого Союза. Думаю, не стоит говорить о том, что дети шарахались от меня и даже травили. Когда я был маленьким, я фанател по коллекционным карточкам с черепашками ниндзя, те, к которым еще синий бокс шел. Когда мой дедушка спросил, зачем тебе эти карточки, вот ты вырастешь и выкинешь их, и ответил, что никогда с ними не расстанусь. Прошло 10 лет, не соврал, ультра редкий урок у Саки, ты навсегда в моем сердце. В детстве я думала, что если буду долго держать голову поднятой к потолку, при этом махая руками, на которые я нацепила одеяло, как птица, то смогу летать с тем же одеялом, которое было слишком маленьким для полета. Я даже ставила табурет и ложилась на него животом, чтобы быть оторванной от земли. А потом на меня и мою мать пожаловались соседи, что кто-то громко гремит. Я прыгала по всему дому, размахивая этим одеялом, и кричит. Пыталась изобразить звуки птеродактиля или какой-то хищной птицы. Когда я была подростком, я была просто ходячим кринжом. У меня была челка, которую я не хотела подстригать, потому что мама, я рокерша. Но сейчас я вспоминаю и понимаю, что выглядела как Чубакка. Плюс я была какой-то нелюдимой и считала своих одноклассников недостаточно развитыми для общения со мной. Ненавидела всех и думала, что я просто не понята этим миром, и почему же я так одинока. А одинока я была просто элементарно, потому что была фриком. Я слушала только рок-музыку и не воспринимала какую-либо другую. Из-за этого у меня были конфликты с людьми, которые слушали других исполнителей. А еще я со всеми постоянно ссорилась, даже с учителями в школе. И никого не боялась. Наверное, пыталась самооценку поднять себя. Только сейчас я понимаю, каким была высокомерным Роцкером, а в душе просто неуверенным в себе чмом. Стыдно встречаться с одноклассниками после стольких лет. Мне кажется, они до сих пор ловят кринж, когда вспоминают меня. В 10 классе ходила несколько месяцев на собрание религиозной группы. Не православной. Известила родителей и близких родственников, что перейду в эту веру. Увлечение быстро прошло, но я не жалею о том периоде. Было весело. Мой подростковый возраст. Первое. Пройдя левый психологический тест на левом сайте с тестами, решила, что у меня раздвоение личности. И предпринимала странные попытки наладить контакт со своей второй личностью с помощью дневника. Это были записи моих внутренних разговоров, которые были всего лишь плодом моей бурной фантазии. Хоть тогда я всерьез думала, «Вау, я общаюсь со своей второй стороной, мне так весело с ней». Нет, я не была подростком из-за разряда «психом быть круто». Я всерьез думала, что у меня психологическая болезнь, с которой мне нужно как-то жить. И решила, что будет весело изучить ее. Я до сих пор люблю изучать психологию, но дала себе клятву не делать самоанализов, особенно через интернет. Второе. За это мне в особенности стыдно, и я притворялась призраком на анонимных сайтах, пытаясь запугивать других. Если первое было более-менее, то вот это уже полная жопа. Я докапывалась до людей, доставала их, на самом деле выставляя себя полной идиоткой. К счастью, жертв было немного. Но я до сих пор иногда боюсь, что те люди могут как-то меня вычислить, и то ли отомстить, то ли еще что похуже. Если меня читают те люди, то прошу прощения. Я понимаю, что это было ужасно, раздражающе и мерзко. Изменено. Третье. И еще. Я хотела зарегистрироваться на сайте знакомств, но нигде нельзя было зарегистрироваться до 18 лет. А врате в своем возрасте не очень хотелось. Я тогда злилась, что, мол, детям не дают строить свою жизнь и бла-бла-бла. Это сейчас я посмотрела веб-шпиона сибирского, и знаю, что могло там ожидать меня, очень тупую малолетку. Четвертое. Писала очень странные фанфики, но это уже классика. Все мои фанфики удалены. И нет, я не считаю, что все подростки тупые, как я. Просто конкретно себя я считаю тупой. Примерно с 13 лет, может меньше, вступила в фазу, если это можно так назвать, просмотра, шок, контента на всяких сайтах, пабликах ВК. Мне сейчас 15. С каждым годом все больше хочу смотреть, не могу остановиться. Боже, как это тупо. Это же хз, почему мне нравится это смотреть. Я вообще никогда не была жестоким человеком. Надеюсь, через годик пройдет и буду вспоминать с улыбкой. Последние лет 5 ношу везде перчатки. Обычно велосипедные, легкие и удобные. Вдохновился статьей о сибирской язве, которую нашли в метро Нью-Йорка. Три года назад все считали меня шизом. Лет в 13 хотела стать вампиром, а одна моя подруга хотела быть кошкой. И в детском саду у нас в группе была девочка, которая говорила, что она кошка. И когда ее называли по имени, она просила называть себя кошкой. А одна моя одноклассница насмотрелась битву экстрасенсов и говорила, что она экстрасенс. Брат младше меня на 6 лет. Ну и сами понимаете, вечные терки, разборки и все такое. И вот мне 15 лет, в сумке всегда на всякий случай прокладки, мама заставляла. Очередная перепалка с братом и он не выдает. Вообще-то я могу рассказать всем о тебе кое-что очень важное. Ты носишь подгузники. Я же растерялась и не знала, что сказать. А вдруг действительно растреплет это по всей школе. В общем, дико неловкий момент. 2-6 класс. Фаза битбоксер. Я тогда увлекся электронной музыкой. Благодаря Geometry Dash и начал пародировать музыку. Даже на диктофон треки записывал. Дикцию развила знатно. Православие головного мозга. С 13 до 18 я была жесть какой поехавшей религиозной. Носила длинные юбки и косынки. Не признавала музыки, кроме классической, народной и церковной. Очень много времени проводила в храмах и за тематическими книгами. Бабушки и священники были от меня в восторге. А вот в школе, на минуточку в православной гимназии, меня сильно травили и унижали. А я не давала отпор, так как надо терпеть. Святые терпели. Парень первый раз появился в 11 классе, и тот сбежал по-английски. Просто не брал трубку, не отвечал на сообщения, избегал встреч. До сих пор. Мне 21. Вся эта эстетика триггерит. Фаза крипипасты. Длилась с 9 до 14 лет. В основном я фанатела у Джеффа убийцы. Ждала, чтобы он пришел за мной и забрал в крипипасту. Вызывала духов. Рассказывала об этом другим. Придумывала себе психические расстройства. Говорила какую-то чушь и думала только о том, как кого-нибудь убить. Меня отпустило в 14. Боже. Однажды, когда мне было лет 5, я насмотрелась мультиков про пони и решила стать пони. Я вырезала крылья, рог и уши из бумаги, раскрасила их и приклеила на скотч к одежде. После этого я, конечно же, пошла гулять на улицу, чтобы показать всем свой новый образ. До сих пор я задаюсь вопросом. Мама, зачем ты выпустила меня в этом? Где-то в период с 7 до 12 лет искренне верил в существование оборотней. Искал кучу подтверждений этому в инете. Создал свой собственный культ оборотней. В моем понимании было, что оборотни это не только люди, которые обращаются в волков, а в лис, медведей и прочих зверей. Да, все настолько запущено. Как хорошо, что я перерос эту фазу, иначе меня можно было бы сдавать в психушку. С 3 до 6 лет у меня была воображаемая кошка, которая ходила за мной везде. При том, что была и настоящая, но по всей видимости она не была правильной кошкой, что привело к созданию воображаемой. Поэтому, когда мы садились в машину, всем приходилось ждать воображаемую кошку. И еще Кана, это то странное имя, которым я назвала ее. Была очень агрессивной и дикой, подчиняясь только моим приказам. И я могла в любой момент, даже проснувшись посреди ночи, когда все спали, закричать. О боже, Кана, ты опять принесла мне человеческую руку, ногу. Ты такая молодец. Мне казалось очень крутым иметь при себе кота-террориста. Думаю, что не стоит говорить о том, что меня или эту кошку боялись все дети во дворе. Я говорила без какой-либо на то причины, что Кана их съест или принесет мне по частям. Просто представьте такую ситуацию. Девочка на вид 5 лет подходит к каждому ребенку на площадке со словами «Помнишь про Кану?» или «Я скажу своей дикой кошке Кане, чтобы она разорвала тебя на мелкие кусочки живьем и сожрала, как только ты умрешь». Дети от таких слов начинали плакать, но боялись жаловаться родителям, по понятной причине. И мне на тот момент это казалось забавным. Когда я начал учить языки. Учил итальянский язык, уже строил планы, как я перееду в Италию. А потом оказалось, что он мне через одну неделю надоел. И так с испанским, французским, чешским, польским, греческим. И с немецким тоже было. Сейчас я учу немецкий и чешский, но уже более ответственный, никому это не говорю. Я всегда любил музыку Эминема, и сейчас ее слушаю с удовольствием. Но лет в 13-14, сейчас мне 23, я просто фанател от него. Я всем говорил, что Эминем левша и близорукий, как и я. Что я второй Эминем, но из России и так далее. Я учил наизусть текста его песен, смотрел интервью с ним и документалки о нем на английском языке. Я стал самым настоящим Стэном. Как же это кринжово, хорошо, что я перерос это. Кстати, я неплохо прокачал свой английский и свое произношение тогда. Жгла туалетные бумажки в туалете на полу, пока не решила поджечь одну прямо в пластиковом ведре для этих бумажек. Оно сгорело. Лет в 7-8 посмотрела женщину-кошку и считала себя помесью кошки и человека. Сигала с возвышенностей, общалась с нашими домашними кошками и делала другую странную херню, присущую кошкам. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok